Мои любимые, сегодня мы с вами разбираем Ксению Собчак в 348 раз, конечно же. Почему мы ее разбираем вновь? Потому что эта женщина заслуживает особого, согласитесь, внимания. Не могу привести пример, чтобы кто-то был еще так активно в российском интернете, в русскоязычном ютубе или на российском телевидении, столько лет подряд мозолил глаза. Ну никого. Вот этот трудоголизм надо отдать ей должное, конечно же. Невероятная какая-то витальность и бешеная энергия. Когда я на нее смотрю, я понимаю, что, ну вот, я не знаю, это какие-то дьявольские силы, правда. Она может очень много что. И вот эта жажда к жизни двигает ее на бесконечную какую-то активность. Как будто бы вот я хочу все, мне надо еще, еще, еще. И благодаря вот этой какой-то неуемности она не сходит с этих рейтингов. То есть она все время лидирует на протяжении, правда, уже многих-многих-многих лет. И, соответственно, я не знаю никого из российских женщин, кого я могла бы разбирать бесконечно. То есть Собчак – это та единственная мадам, про которую можно говорить бесконечно. Я испытываю к ней, признаться, амбивалентные чувства, довольно сложные, непростые. То есть, с одной стороны, она меня невероятно восхищает. Это что-то, что меня мотивирует и вдохновляет, потому что она вот местами особенно просто какая-то потрясающая. Но особенно вот эта жизнелюбивость такая. И вот этот трудоголизм. Я думаю, надо же, ну как можно столько успевать? Боже мой, съездить на Бали и одновременно сделать столько интервью. Поехать в Испанию, успеть там купить, я не знаю, и одну виллу, и вторую, и третью, и пообщаться с Испанином. То есть, ну как она это делает? И это, конечно, впечатляет как минимум. Единственный момент относительно вот этого трудоголизма – это, ну что ли, не работа в холостую, а очень много хлама. То есть, она трудится не над тем, чем надо. Казалось бы, ну ты уже заработала эти деньги, ты далеко не бедная уже женщина. Хотя, конечно, по сравнению со своими подругами, она бедная женщина, да? И, вероятно, может быть, она как-то хочет наверстать. Но в любом случае, ну ты уже не бедствуешь, успокойся. Сделай как бы более пропорционально что-то, что ты делаешь для души, да? Что действительно стоящее. И какие-то более коммерческие проекты. А вот она столько уделяет внимание какой-то попснятины, вот позорной. И она начала с этого «Дома-2», и как будто бы закончить никак не может с этим «Домом-2». И, возможно, есть какая-то часть ее, которая состоит из этого «Дома-2». Потому что гости, которых она приглашает, ну не то, чтобы не заслуживают особого внимания, но не надо было бы об них и пачкаться. Зачем ты это делаешь? Для чего? И вполне вероятно, да, что вот есть та часть какая-то примитивная. Хотя она, кстати говоря, если говорить про «Дом-2», она стесняется этого прошлого. Да, она как бы пытается, нет-нет-нет, я сейчас этим очень горжусь, перевернуть это в обратную сторону, но это не так. Она этим не гордится. Это нечто, что ей хочется как-то стереть ластиком, но уже это не стереть. Она есть, но на самом деле она ей присуще. Это то, частично из чего она состоит. Вот этот «Дом-2», этот пазл в ней есть. Мне кажется, если бы программисты придумали нейросеть, которая бы разговаривала как Ксения Собчак, это была бы просто бомба. Вы только представьте, те же манеры, те же острые словечки, и все это можно использовать для создания чего угодно. Хоть рекламы, хоть художественные книги. Вот я вам и придумала первый стартап-проект, который вы сделаете, если станете специалистом по Data Science. Как раз эти ребята разрабатывают нейросети и развивают технологии машинного обучения. За это они получают очень приличные деньги – от 180 тысяч рублей. Стать специалистом по Data Science можно в онлайн-школе Skill Factory. На курсе вы получаете не только теоретические, но и прикладные навыки. Причем соотношение теории и практики явно в пользу практики. 80% программы состоит из нее. Не нужно быть заядлым технарем, чтобы обучиться на Data Scientist. Курс подойдет новичкам без предварительного опыта, которые давно забывали базовую школьную математику. За качество обучающей программы можете не волноваться. Она создана совместно с академиком МГУ. Уровень. На всех этапах обучения тебя будут поддерживать менторы, а с помощью карьерного центра ты составишь грамотное резюме и уже через 10 месяцев обучения сможешь найти первое место для новой работы на начальной позиции. Причем, если сделать этого не получится, Skill Factory вернет деньги, что подтверждает договор компании. Всем зрителям моего канала ребята из Skill Factory дарят скидку 45% на курс. Переходите по ссылке в описании, воспользуйтесь Кверкодом Степанова и получите востребованную профессию. Она из такой благородной, из такой интеллигентной, из такой известной политической семьи. Ни в ее отце не было этого дома-2, ни в Нарусовой матери не было этого дома-2. Это интеллигентнейшая женщина. Очень такая яркая и эффектная. Откуда у нее есть вот эта какая-то все-таки бодловатая нотка? Вот ее тянет и тащит. Вот и обратите внимание, и гостей она частенько приглашает, таких каких-то убогеньких. Как будто бы, чтобы и посамоутверждаться с одной стороны за счет них, вот этот Панин, он сидит такой весь несчастненький, а она вот на его фоне такая королева, и при этом ей его вроде как и жалко, она так подружески с ним. То есть ее постоянно тянет в какое-то дно. Понимаете, да? Потому что оно как-то откликается, и оно какое-то родное. А почему, непонятно. Я бы еще поняла, если бы она была из не очень благополучной семьи, какая-то девочка. Если бы она прошла какую-то вот такую школу жизни, если бы она, не знаю, как-то употребляла. А так вроде бы вполне благополучная девушка, женщина, и вдруг ее тащит во что-то такое весьма нелицеприятное. Да, так вот, возвращаясь к этой амбивалентности, которую она, в общем-то, вызывает, это вот одна составляющая, которая, с одной стороны, восхищает, вот эта жадность, да, и любовь к активности к такой. Да, и вот посмотрите, это вот такая хачи... Не хачиха, а хомячиха. А-а-а-а! А-а-а-а! Такая даже, как будто бы какое-то мещанство присутствует. Вот вот брать, 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 брать. Вот она этот дом построила, она его забила в хлам просто, да, всем, чем только можно, вот. И все в дом. И вот путешествует по этому миру. И вот ей дверь-то эту с собой притащит, с какой-нибудь Индии. И вот из Андонезии она этот стол тоже вот закажет. И везде вот до всего ей вся браслетами обвисится. И до всего ей дело есть, да. В некотором смысле есть даже какая-то зависть к такой жизнелюбивости. И вот что все надо человеку. Причем, что интересно, когда я общаюсь с богатыми женщинами, им это многим тоже присуще. Вот эта жадность до всего. Она и как на какого-то инструктора выучилась, где-то подводного плавания там получила, какие-то дипломы и какие-то скалолазания. И чертишь, что в ступе вот это. Понимаете, все. Во мне этого, конечно, не хватает. И я вот как-то завидую таким порой женщинам. Ну так вот, и, значит, обратная сторона, та, которая меня смущает в некотором смысле, что дружить с подобного рода женщинами все-таки сложно, что ты ожидаешь этот подвох. В ней, конечно, есть такая подлость. Она бесхитростная подлость, очень примитивная такая детская. Она совершенно бесхитростная девочка. Абсолютно. То есть у нее настолько черным по белому все на лбу написано. Но все-таки, да, вот я полагаю, все ее подруги, они все-таки держат руку на пульсе, что в любой момент она их может подставить, слить как-то, показать какие-то там переписки, фотографии, какую-то информацию где-то не самую, да, выгодную рассказать, не в выгодном свете подсветить и так далее. И поэтому, да, вот этот вот момент, он как-то, конечно же, настораживает. И причем, обратите внимание, вот этим сожрать здесь и теперь, каким-то даже вот, ну вот опять же, той же лишенной какой-то стратегической идеи, а в ней нет этой стратегии, к сожалению. Она думает о том, чтобы вот здесь и сейчас выпить из этого гостя всю кровь. Чтобы вы понимали, да, после интервью с ней, когда все закончилось, у меня было ощущение, что у меня реально отб**л мозг. Она вот как вампир вцепляется в гостя, и вот пока она его не сожрет, пока она его полностью не обескровит, не лишит капли крови, она не успокоится, не задумываясь над тем, что в дальнейшем это ей может вредить, что гостей останется крайне мало, они разбегутся. Почему, собственно говоря, они сейчас со стрелец как-то выравниваются по просмотрам, по рекламе, по рекламе, да, по доходам и так далее, и начинают конкурировать, она уже пугается, эту стрелец, потому что стрелец – это такая обратная, да, уже страна, когда человек абсолютно безопасен, и все бегут к стрелец, и все бегут от собчак, потому что никому не хочется быть оголенным, и никому не хочется столкнуться потом с большим количеством проблем, которые Ксения за собой, в общем-то, влечет, и она об этом не думает. Вот настолько она здесь и сейчас хочет увидеть этот результат как избалованный ребенок, а она на самом деле большой, избалованный, истеричный ребенок, что она потрошит этого гостя до полусмерти. Опять же, да, за исключением каких-то, может быть, совсем убодненьких людей, которых она как-то облизывает и с ними как-то веселится. Когда она не видит какой-то конкуренции, то она может пощадить человека. Что это за анальные шарики? Подожди, что ли? Это примерно так и есть. Это, короче, массажер, чтобы быть худой и струйной. Так вот, стоишь вот так, раз, и типа у тебя живот худым становится. Да, и помогает. Ты знаешь, нифига. Но если она видит перед собой что-то такое стоящее, она пытается всячески человека размазать, уничтожить, уличить, пристыдить, обвинить, сделать что-то, навредить по итогу очень сильно, раскрыть и так далее. Раскрыть как будто бы не с самых лучших сторон. Ведь человека можно подсветить с разных сторон. Ведь человек не бывает только плохой или только хороший, ну, в социальном смысле этого слова. Но вот её как будто бы задача показать вот самые такие вот язвы. Хорошо. Руки покажешь? В смысле? В смысле? Мне говорят, что когда человек колется, у него там светует... У меня нету вены, в вообще смысле, я как бы... Соответственно, вот такое она вызывает... Вот напишите в комментариях, какие у вас вызывает Собчак чувства. Потому что ведь она не оставляет людей равнодушными. Это очень важный момент. То есть её невозможно не заметить. Трудно сказать, что я безразличен к Собчак. Ты или имеешь эти яркие чувства такие парадоксальные, да, вот как в моём случае, или же тебе она очень нравится, или вот абсолютно не нравится, ты её ненавидишь. По поводу попытки усидеть на двух стульях я бы даже так сказала. Ведь у меня тоже есть очень объёмный взгляд на эту политическую сегодняшнюю ситуацию. Очень объёмный. И у неё он тоже довольно объёмный. И когда ты высказываешься с разных сторон, то тебя рассматривают как человека, который сидит на двух этих стульях. Но сейчас, в отличие от того, как было вначале, она стала более, ну так сказать, то есть утратилась какая-то, утратилась... Раньше она вот просто жопкой крутила, и это было очень заметно. Сейчас больше не про это, не про то, что она как-то этой жопкой крутит. А сейчас всё-таки действительно такой какой-то геополитический, масштабный, да, такой вид из космоса. То есть она стала как будто бы много читать, слушать своего отца, что он говорил про Украину, как он это говорил, что он имел в виду и так далее. Как будто бы больше появилась той самой какой-то информации, от чего она может оттолкнуться. И взгляд её поменялся, она как-то более-менее... Мы с ней во многом схожи, да. И таких людей не так много. С которым ты как бы разделяешь какие-то политические идеи. Вот в данном случае я как-то вот с ней во многом согласна. Ну ладно, бог с ним, сейчас мы не об этом. Сейчас мы больше на личные такие какие-то персональные вещи смотрим. Относительно диагностики. Это ярко выраженный такой истероидно-нарциссический, да, тип личности, ярко выраженный такой и один, и второе, два радикала. Они часто идут вместе на самом деле. Дальше она, конечно, девочка чрезвычайно ранимая. То есть всё то, что происходит, ей больно. Но в силу того, что она садомазохистка, она любит и другим делать больно, и себе любит делать больно, она это постоянно провоцирует. Но провоцируя это, получая обратную какую-то негативную такую связь, она всё равно испытывает вот и удовлетворение, и боль в том числе. Вот прям БДСМная женщина. И если вы обратите внимание, тянет очень часто на какие-то БДСМные наряды. То есть как будто бы это и вот какие-то кожаные лифчики, кожаные шорты, и какие-то ремни, и цепи, что-то такое. Да, вот есть такая потребность. И вполне вероятно, они сошлись с Константином. Она уж очень переживает, что я его называю Костиком. Хотя что здесь такое? Что-то как будто такое уничижительное Костик. Значит, они встречаются, встретились с Константином, вероятно, на вот этой теме секса в том числе. Вот, я так полагаю. Но, значит, к личной жизни чуть-чуть попозднее я подойду. Так вот, значит, да. И вот это вот такая истеричность, провокация бесконечная, эпатажность, да, такая. Это всё мы с вами, конечно же, видим. И вот такое самолюбование, которое, опять же, носит такое очень полярное «я», когда человек, я ниже Плинтуса, и я президент Российской Федерации. И вот у неё «я ничто, я королева, я ничто, я королева». И это у неё ярко-ярко фонит, потому что там дикое количество комплексов и относительно своих интеллектуальных данных, и относительно своих внешних данных и так далее. То есть то, что она недоучка. То есть я не могу сказать, что она пошла и купила диплом. Конечно же, она там как-то числилась, но она совершенно очевидно там не училась, да, в своём МГУ или что она там заканчивала. У неё нет её даже одногруппники. Где-то я вскользь упомянула, что она не училась нигде. То есть я не помню, чтобы она вообще хоть когда-то как-то фигурировала в учебном заведении. Безусловно, у неё есть этот диплом нарисованный, но мне даже писали её одногруппники, что мы её не видели никогда. Она с нами, она, говорит, всё время её фамилия отчислилась, но мы её в лицо не видели. Поэтому и это очень считывается, что вот она пытается постоянно других уличить в какой-то некомпетентности, в каком-то незнании вопроса. А всё от того, что она себя чувствует очень уязвлённой в этом. То есть её политические знания или знания в истории очень поверхностны, несмотря на то, из какой она семьи. Поэтому у неё нет этого образования. В общем-то, 10 классов, 11, она была сложным таким непростым подростком, таким конфликтным, буйным, безудержным, так сказать, убегала от этой охраны без конца. Соответственно, сложная такая была девочка. И вот постепенно, постепенно, постепенно она как будто бы прониклась тем, что делал её отец. Она прониклась своим папой, с мамой какие-то сложные конфликтные отношения, а папа боготворится. Вот он такая божественная фигура, которая идеализируется всячески, превозносится. И вот как будто бы до него никогда, даже как будто бы я не достойна быть его дочерью. И вот эти всяческие документальные фильмы про своего отца, да, вот эти какие-то постоянные попытки достичь чего-то при помощи вот этого трудоголизма неуёмного, это как раз про то, что папа, прости меня за моё детство, папа, прости меня за моё юношество, за этот вонючий грёбаный Дом-2, папа, я сейчас всё исправлю. Я сегодня ухожу с проекта Бомбар. Я сейчас сделаю так, что ты вот на небесах будешь мне гордиться и скажешь, ребёнок, наконец-то, ты у меня молодец, доченька, я тебя люблю. Вот, вот такой я тебя всегда и хотел видеть, как будто бы, да. Мы видим вот такой именно конфликт. Соответственно, вот такое дихотомичное я, когда тащит человека слева вправо, вот в такую, с одной точки в другую, я ничто, нет, я королева, в ней мы это считываем. Вот эту попытку сделать некий камуфляж, фасад в виде множества каких-то бесконечных украшений, в виде там постоянных нарядов, да, она пытается как-то это всё нивелировать, вот эту свою внешность. Значит, относительно внешности, причём удивительно, Собчак, ну, такой эффектный мужчина, мама, такая яркая, красивая женщина, она не похожа ни на папу, ни на маму. Очень своеобразная внешность, да, вот, вполне, кстати, может быть, даже фэшн внешность, вот, наверное, фэшн индустрия, что-нибудь из неё бы такое эдакое придумала, сделала, да, вполне может быть. В общем-то, довольно необычное лицо. И она его пытается всячески как-то украсить, как-то всячески украсить, что-то такое с собой сделать, вот. Но это у неё слабо получается, потому что у неё нет вкуса. Нет, она совершенно безвкусная женщина, носит такие какие-то, особенно в последнее время, бабские наряды отвратительные совершенно. Думаешь, Господи, приехала там куда-то, или там наболели в Израиле, что-то такое некрасивое, такое уже бабульческое даже какое-то надела. Потом она постоянно стала бороться, сейчас, по всей видимости, с лишним весом. Она так много лет занималась йогой, ведь у неё уже был практически профессиональный уровень. Она могла прекрасно и на шпагаты садиться, и делать какие-то мостики, и стоять в позизю, и чёрте что, и на голове. Вот она такая была гибкая девочка, такая была стройная. Что сейчас с ней произошло? И каждый год пишут, она беременна, она беременна, она беременна. Будем надеяться, что она когда-нибудь будет беременна, уже родит. Но на самом деле это без конца какой-то лишний вес. Вот эти толстые руки, покатые плечи, и вот она разжирается, это пузо, и всё, конечно же, её портит. Ей надо за собой следить. Она уже сейчас совсем себя забросила и разъедается. Я полагаю, как бы она уходит в эту работу с головой. В общем-то, да, и мы вот видим, это отражается на внешности. Когда она стала мамой, она не смогла принять своего ребёнка. Если вы помните, был такой довольно длительный период, когда она вот с мужем, со своим, постоянно уезжала в путешествие. Она бросала ребёнка на няню и на маму, и практически редко с ним виделась. Она не смогла его принять. И такое ощущение, что она по сей день борется с этим, работает с этим, возможно, и с психологом. Пытается это компенсировать при помощи чтения большого количества литературы психологической, как нужно воспитывать ребёнка. Вообще, я обратила внимание, люди, которые не воспитывают своих детей, они читают очень много литературы, как воспитывать своих детей. Потому что родитель, который воспитывает своих детей, ему некогда читать эту литературу. Он просто любит воспитывать своих детей. Как только человек кричит о том, что он прочитал одну, вторую, третью, пятую, двадцать пятую книжку, как воспитывать детей, это говорит о том, что он находится просто в чувстве виновности бесконечно и занимается, собственно говоря, своей карьерой, какими-то поездками, разъездами и так далее. И в самолетах читает вот эти книжки про воспитание детей. Но как там дети его поживают, он, в общем-то, уже и не помнит. Это четко стойкая такая корреляция, которая абсолютная. Так, это вот что касается сыночка. Сыночек получился очень красивый, не похожий ни на папу, ни на маму. Вот очень красивый мальчик получился. И у нее какие-то страхи относительно конфликта, относительно темы гомосексуальности. Очень она вроде бы парадоксальным образом отстаивает права ЛГБТ, но с другой стороны, как будто бы ей страх, что сын может вырасти геем, что муж может оказаться бишкой или геем, вот богомолом. Потому что мы видим с вами какие-то перверсивные тенденции, он постоянно оголяется как-то, да. Ну не оголяется не в том смысле, что он лично оголяется. А его спектакли, да, они, в общем-то, имеют такую, ну что ли, а такой ярко выраженный экспедиционизм бесконечный, когда он ставит какую-то классику, вот в своем каком-то таком видении они бегают с этим. Я, кстати, когда приеду в Москву, непременно схожу на Богомолова. Прям интересно мне очень его посмотреть. Ну, по крайней мере, вот я говорю вот эти такие отзывы. Вот, да. Значит, относительно личной жизни. Видите, я так быстренько по полочкам пробегаю. Относительно личной жизни я могу сказать вот что. Она его, конечно, очень любит, своего Богомолова. Он в свое время, может быть, тоже был немножко влюблен, потому что она, конечно, может завлечь. Она очень интересная девочка, с ней много о чем можно поговорить. Она невероятно разносторонняя, интересующаяся, любит кино, любит много читать. Она действительно много путешествует, ходит по различным музеям, выставкам, галереям и так далее. Действительно интересный собеседник. Поэтому, конечно же, она могла его увлечь. И вместе с тем не без корысти. Конечно, он прекрасно понимает, какие связи за этим всем стоят, да, какие возможности. Он сразу стал получать другое финансирование. Он сразу стал, в общем-то, получать много очень таких хороших госзаказов, да. Поэтому это да. Но второй момент Богомолову с Собчак невероятно тяжело. И он уже не знает, возможно, как отдохнуть. Он такой очень же человек себе любивый, эгоистичный. И ему со своей Дашей было намного проще мороз. Намного проще. И вот он где-то, как где-то в глубине души, может, сожалеет о том, что, эх, вот с Дашей-то это бы прокатило. Можно куда-то свалить, уехать и так далее, уйти в загул. А тут такая вот пиявка, такая особа, с которой контролирующая все-таки женщина, сложная, непростая, властная, подавляющая местами. Вот с такой женщиной все-таки сложнее все эти вещи воплощать. И для, конечно же, такого творческого свободолюбивого человека это крайне мучительно. То есть не знаю, долго ли он протянет в этом во всем. Ну, посмотрим. По крайней мере, будем наблюдать за этой парой. Что еще хочется интересного такого отметить про Собчак? Вообще про Собчак, конечно, я могу говорить вечно. Ее имя набирает хорошие просмотры. Вот она меня обвиняет в том, что я наживаюсь на ее имени. Конечно. Конечно же, Ксения, я наживаюсь на твое имя. Ну, как еще по-другому? Я же тут урочка, конечно, с переулочкой. Естественно, я буду наживаться на твоем имени. Когда ты пишешь какой-то пост, количество прочтений будет значительно больше, если там будет фигурировать Собчак. И все в курсе. То есть все, в общем-то, знают об этом. И она тоже. Так, значит, это не очень приятное сейчас дело. Не будем углубляться. Но вот по ее вине сидят мальчики-журналисты. Мальчик-журналисты, да. Поскольку я этих вещей до конца досконально не знаю конкретно, по какой статье, значит, какие были нюансы у этого всего судебного разбирательства. Водонаева недавно рассуждала у Алены Блин на эту тему. Там больше есть информации. Но в любом случае, явно она поступила плохо там, да, нехорошо. Но она про это как-то так забыла и довольно радостно живет дальше. Может быть, и не радостно, но как-то у нее получается это вытеснять. Получается. Несмотря на то, что она, конечно, поздно ложится спать. Не знаю, связано ли это с бессонницей или с чем-то другим. Имеет ли она какие-то мысли по поводу этого всего. Но ситуация некрасивая, мягко сказать, которая получилась с этими мальчиками-журналистами. Некрасивая. Так, что еще мы можем сказать? Ну, по поводу личностных таких качеств. Пробежимся. Да, она не глупая. Не могу сказать, что она суперумная. Она не особо умная, но она и не глупая. Она и не глупая. Нет, конечно же. Да, это мы, значит, с вами видим. Что еще мы можем сказать? Это я проговорила все. Это я проговорила. По поводу... Есть такие невротические отрыжки у нее, с которыми она периодически борется. Они у нее есть... Ну вот в каждом практически ее каком-то... Даже не интервью, а где она постоянно делает какое-то обозрение. Да, вот если мы посмотрим, новостная такая повестка. И вот практически везде она борется с этим воздухом, который на фоне небольшого даже уровня напряжения, даже незначительной тревоги у нее нарастает в желудке, копится этот воздух. И вот этой отрыжкой выходит, она пытается его подавлять, но ей сложно это делать, и оно все равно... Вот тут оно в голосе все-таки видоизменяет эту интонацию, и постоянно можно это уловить. Спецоперацию очень быстро стали называть революцией сверху. А афоризм Тейлерана стал звучать отовсюду. Не получается у нее это справиться, с этим справиться, да, на данный момент, ну никак. Вот есть такой какой-то психосоматический аспект, с которым надо, конечно же, работать. Да, надо работать. В том именно направлении, которое будет на нее, для нее более эффективное, может быть, это когнитивно-поведенческая психотерапия, может быть, в рамках гештальтерапии у нее это получится, может быть, психоанализ и так далее, да. Но вот с этим нужно обязательно работать. То есть это у нее такая есть недоработка, тот самый симптом яркий, который вот ей мешает, я полагаю, она как-то переживает по этому поводу. И тут обратная такая, не то чтобы, а тут как замкнутый круг. Чем больше она переживает по поводу невротической отрыжки, тем чаще эта невротическая отрыжка у нее будет проявляться, да, вот это какой-то бесконечный вот этот воздух, причем здесь можно даже подумать, да, про что этот воздух, откуда как будто бы он берется, для чего этот, что этот воздух дает, может быть, воздух как способ стать легче, как воздушный шарик, да, зачем я наполняюсь или наполнится, жажда наполнится этим воздухом. Вот эту тему воздуха, который у нее, да, изрыгается постоянно, конечно же, его можно поизучать. Это будет тоже невероятно интересно. Да, вот, собственно говоря, и все. Я полагаю, мы вернемся к Ксении Анатольевне еще не раз. Она не любит, когда ее называют Ксении Анатольевны, но я не знаю, почему она не любит. Ну, в общем, будем с вами завершать эту тему, потому что мы, конечно же, к этой теме вернемся еще не раз. Видите, мы вот так вот вскользь пробежались по очень много каким составляющим с вами. По очень много каким составляющим с вами пробежались. Да. Ну, вот про гей-конфликт я сказала, да, она довольно часто упоминает эту тему. Более того, вот как будто бы я вижу вот эти демократические ценности такие, да, либеральные, что отстаивать права женщин, да, вот как бы право на аборт, мое тело, мое дело, вот это вот бодипозитив, все эти права женщин, ЛГБТ и так далее. Это как будто бы, ну, что ли, вот уместно и актуально вот на данный момент. То есть это приветствуется, и вот она в этом, как будто это модно, это вот как такая искусственно созданная позиция. Я не знаю, но как будто бы это нечто, что ей не совсем до конца может быть где-то и присуще. Она как будто частично искусственно созданная. То есть она не все это разделяет, я бы так сказала, что она транслирует, да, что она там артикулирует как-то периодически. Все, мои кисулечки, я вас целую и обнимаю, и всех вас я жду, где я жду. Потом я это подробнее скажу. Вы, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы это видео продвигалось, и подписывайтесь на мой Telegram-канал, потому что там я каждый день пишу очень полезные постики. Постики.